за мебель за стулья за стол за комод ну в магазин мы едем надо оплатить остаток за мебель потому что завтра будет доставка мебели буду же конечно вам снимать я уже так рада все кроме стала стол не пришел к сожалению блин так жаль не знаю вроде как сказали что фура стоит на границе а там очередь очень большая поэтому поэтому никак мой стол не приедет хоть блин на границу есть и забирай стол свой так шарфик чуть-чуть как-то неудобно прям няшет из замуровал весь вот потом поеду отвезу заявление в офис потому что я как бы по телефону уволилась еще надо заявление завести ну и там пару своих вещей забрать то у меня крем для рук остался потом я специально для кофе себе кружку покупала туда что я буду там оставлять как бы все равно до заявление отдать поэтому заодно свои вещи заберу вот потом там есть это есть ресторанчик и может этот ресторанчика пойдем там кстати есть китайский ресторан до китайском ресторане картошка фри откуда я знаю не знаю короче мне тут пишут на телеграме я на какая-то красивая идинии спасибо большое вот чуть-чуть подкрасила за то блин всегда сколько уже две недели вообще не крашусь ничего хожу как монстр думаю нет сегодня надо себя привести чуть в порядок кашель еще чуть-чуть остался ну совсем чуть-чуть как бы не сравнить с тем что было все хорошо и одышки уж такой нету конечно я как мне доктор сказал много на улице там не гулять не ходить поэтому я только так в машину из машины магазин например или ну долго никуда мне нахожусь на улице так что как я и сказала поправлюсь куда я денусь все будет хорошо да зарочка и зарочка сидит сегодня сегодня зара страшная ну по ее мнению потому что не накрашена горит мама не снимай меня ну окей не буду зато кальчик у нас всегда красавчик да и накрашены и не накрашены ладно все поехали мы может быть чуть-чуть поснимаю магазине какие цены вообще какая мебель все до встречи мы приехали покушать самбак вот таком ресторане что заказалка салат салат с бычьим языком и бургер да сара так тут это сто процентов мои подписчики тебе лайки ставят классно тут вообще мне очень нравится как будто огонь горит и тебе жарко смотрите какой салатик у кончика вкусняшка до сына все я буду бычий язык давай давай пробуйте язык ну и как за мясо как мясо правильно ну и какие вы славы а у меня с дарочкой цезарь конечно можешь попробовать сына попробуйте если мне понравится потому что нет наши палочки моцарелла салаты вкусные очень вкусно совсем забыла вам снять что нам еще принесли вот такие вот крылышки очень вкусные все в своем подписчики я тоже хотела да мы сделаем сейчас теперь им аппетит да вот такие бургеры нам пришли и у всех вот такие вот перчаточки сейчас мы их оденем и будем кушать бургер всем приятного аппетита кто с нами кушает дети уже одевают мы объелись мы объелись все ка вон машина все идем к машине на улице такая холодина а дали мы за все 4000 рублей ну как сказать конечно может показаться дорого но у нас были салаты и и питьё как говорится и и бургеры и наггетсы и стики ну вот эти вот палочки моцарелла короче у нас было очень много всякого разного поэтому я считаю что ну нормальная цена до всего этого все уселись ждем пока машина чуть-чуть нагреется мотор не хочу просто так сразу ехать это нехорошо машина старенькая надо чтоб чуть-чуть постояла погрелась так как у меня много новеньких хотела чуть-чуть рассказать о себе потому что многие реально думают что я сижу на шее у моих родителей у моих родителей и нет денег чтобы содержать меня и моих детей им на себя еле хватает потому что даже если и пенсия у папы немецкая это не говорит о том что он получает миллионами эту пенсию она у него маленькая пенсии на самом деле небольшие конечно они выше чем коль пенсионера русского конечно но все равно все равно она у него невысокая и не будет хватать на пятерых человек никак не будет хватать поэтому пожалуйста не надо вот такое говорить это во первых во вторых тот кто пишет что я сидела на пособиях и так далее там и работать не хочу и не знаю но выше не знаете сидела я на пособиях или не сидела я вам открою тайну я не сидела на пособиях я впахивала как папа карло я и в ночь работала и в три смены и менеджером продаж работала в проект менеджером работала и в лаборатории работала где только не работала поверьте мне что я не то человек который будет сидеть на пособие в три копейки и ну я так не люблю жить как вы видите я люблю ходить в рестораны я люблю жить как некоторые говорят на широкую ногу но я не прям живу прям на широкую ногу но я и привыкла зарабатывать деньги и могу себе позволить эти деньги и потратить поэтому диванные советчики если вы сидите на пособие тогда не надо всех равняйте собой вот что я могу на этот момент скажем так ответить всего вам доброго и и и и и и и и и